Первый сырный фестиваль состоялся в Люберцах. Ярмарка собрала более 20 производителей со всей России. Они представили на пробу многочисленные сорта от уже знакомых обычному потребителю и до уникальных. Каким на вкус оказался ярмачный сыр, узнавала наш корреспондент Анна Троян. Кто не любит сыр, тот наверняка просто не отыскал свой сорт. На Тажинском парке развернулась масштабная гастрономическая площадка, где каждый гость мог найти продукт по своему вкусу. География участников широка. От Алтайского края до юга России. 21 производитель, шестеро из Подмосковья. Такая ярмарка для нас – это возможность выйти на рынок, заявить о себе. Даже сегодня здесь есть сыроварник, которых никогда не было на ярмарках других. Они сделали стартап, сырные фермерские стартапы, приехали сюда, в Люберце, чтобы показать себя, оценить свои сыры, и они пользуются большим успехом. Сам же Олег Сирота сыровар, можно сказать, от бога. Вместе с друзьями придумал уникальный сыр на медовой закваске. Как и многим другим производителям на ярмарке, ему в развитии бизнеса помогло импортозамещение. И теперь, благодаря таким преданным своему делу людям, у нас на прилавках имеется и российский сыр с плесенью, и свои гауда, рикотта, моцарелла. Кстати, последние сорта делают в Люберцах. Все мои итальянские друзья, которые приобретают произведенный нами сыр, остаются очень довольными и местами даже хвалят производство и качество нашего сыра. Говорят, что наш сыр даже где-то лучше, чем у самих итальянцев. Люберецкие сыровары итальянского происхождения провели во время ярмарки яркий и, самое главное, вкусный мастер-класс. Под руководством шеф-повара одного из столичных ресторанов сыр «Бурата» научился делать и глава Владимир Ужицкий. Крутит, тянет, видите, как меняет структура. Становится однородной массой. И какой кулинарный изыск может остаться без пробы? Свежеприготовленным сыром гостей праздника угощали щедро. Очень вкусный сыр, малосоленый, мягкий. Ну, я не знаю, я вот здесь такой не пробовала, в Москве. Сыр с душистым перцем, чесноком, прованскими травами и орехами. Кажется, такого праздника у люберецких гурманов еще не было. За прилавками сами сыроделы, ведь кто, как не они, знают, в чем смак его продукта. Как говорится, на вкус и цвет товарищей нет. Кто-то любит мягкие сорта сыра, а вот я предпочитаю твердые. К примеру, этот твердый девиз сделан из козьего молока. Фантастически вкусно и очень похоже на пармезан. Спасибо. Кроме козьего твердого сорта, нижегородские сыровары привезли в Люберцы торт из фермерских продуктов. И уже более традиционный для простого обывателя сыр, но с изюминкой. Большей популярностью пользуются сыры. Это шарики из коровьего молока со специями внутри, обваленные в чесноке. Этот сыр можно есть как самостоятельный продукт, кто-то с чаем, кто-то с вином, кто-то берет с черным перцем, допустим, к пиву. Это очень вкусно. Адыгейский сыр из восьми городов Солнечной Республики покорил сердца наших жителей. Очередь к нему стояла, как за колбасой в советские годы. Южных гостей, как и других сыроваров, представивших свою продукцию на фестивале, наградили почетными грамотами. После чего люберецкие предприниматели из Октябрьского торжественно подписали договор с торгово-промышленной палатой. Подписано соглашение о содействии, о взаимодействии, о продвижении сыров на территории. Не только люберец, но и повсеместно. Поэтому будет оказана поддержка и правовая, и юридическая. Я не говорю про моральные. У нас же есть большая торговая сеть, поэтому мы поможем продвижению его продукта в наших торговых сетях. Гости праздника могли не только вдоволь насытиться сыром. В специальной зоне люберчане испытывали свои силы и выигрывали лакомства. Надо сказать, что первый фестиваль сыра произвел большое впечатление у люберчан. И, вероятно, он станет традицией для городского округа. Анна Троян, Екатерина Скрижалина, Дмитрий Родзянко и Дмитрий Шарапов. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Вы смотрите ЛРТ, а я Яна Яковлева. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых интересных и актуальных новостей.